Саламат Стармакурме, Тотандастар. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Сегодня я хочу провести очень важный эфир. И судя по реакции многих моих подписчиков, я вижу, количество грамотных людей, разбирающихся в экономике, резко возросло. Причем в экономике стали разбираться люди, совершенно далекие от экономики. И я рад этому очень сильно, потому что очень важно, чтобы наше население было образованным, понимало, какие действия предпринимает правительство. Ну и что очень важно, каждый из вас в этой ситуации может делать собственные выводы и выплывать, что называется, автономно от нашего правительства, которое, ну как вы много раз уже видели, некомпетентно и, собственно, только трубит о своих успехах, при том всем, что вы видите, что полный развал происходит на ваших глазах. Я хотел бы сегодня откомментировать ряд вопросов, которые мне задают. На прошлой неделе было заседание ОПЕК, ОПЕК+, стран так называемых картеля, которые являются крупнейшими производителями нефти в мире. И ОПЕК+, присутствует в том числе и Россия. Крупнейшие производители нефти в мире это Саудовская Аравия и Россия. Как вы помните, 6 марта, прошлого марта, 6 марта не смогли договориться о снижении объемов, ну буквально на незначительный объем. Где-то Россию, Саудовская Аравия просила понизить объем производства всего лишь на 300-400 тысяч баррелей в сутки. Но Россия тогда отказалась и в итоге, это была пятница, 6 марта, и произошел после этого мощнейший обвал цен на нефть. И цены на нефть достигали 21 доллар за баррель, в то время как в начале года цена на нефть была порядка 68 долларов за баррель. То есть вы представляете, более чем в 3 раза произошел обвал цен на нефть. А более того, сама именно российская нефть, Юрлс, стала торговаться за 10 долларов. То есть цены именно на марку российской нефти, и казахской в том числе, обрушились в 6,5 раз в течение одного месяца. Многие из наших граждан был период, не понимали, что мы говорим о нефти. Типа вот доходы какие-то идут, там вроде владеет китайцы и кто угодно, мы к нефти не имеем никакого отношения. И вообще там пусть они живут своей жизнью, что называется. На самом деле я уже много раз объяснял, что это прямо влияет на вашу жизнь, прямо влияет на доходы страны. И прямо влияет на рабочие места миллионов наших граждан в Казахстане. Поэтому я хотел бы рассказать, чем завершилась эта встреча и как это повлияет на те прогнозы, которые я раньше озвучивал. Я говорил раньше, что в течение полугода страна получит минимум 1 миллион безработных. И что тенге будет обваливаться. И мой прогноз был, что до конца апреля вообще тенге может достигнуть к доллару курса 600. И сейчас многие беспокойно говорят, вот мы вложили тенге в доллары, что же будет дальше, тенге вроде как бы укрепляется. В этой связи я хочу пояснить, что на самом деле произошло, происходит и будет происходить в мире. И мое мнение, конечно, легко проверить, ориентируясь на международные издания. Можно зайти в интернет и почитать прогнозы по развитию экономики в мире и по нефти в частности. Итак, страны ОПЕК, 23 страны плюс Россия договорились снизить объемы производства нефти 10 миллионов баррелей в сутки. Ну, привезти даже 9,7, если быть точным. Ну вот представьте себе, Россия, которая в лице Путина отказывалась просто понизить даже на 400 тысяч в сутки. Когда в марте произошел мощнейший обвал цен на нефть, начали пятиться и были готовы, сначала сделали первое заявление, что готовы понизить вместо 400 тысяч до 1,6 миллиона баррелей в сутки. То есть, в 4 раза больше уже были готовы через месяц, не прошло еще несколько дней, они вообще заявили, что 2,5 миллиона баррелей в сутки. Чтобы вы понимали, что такое 2,5 миллиона баррелей в сутки, это Казахстан производит 90 миллион тонн нефти год, производил по прошлому году. И это в полтора раза больше объем нефти, который Россия будет снижать, если в годовом исчислении смотреть. То есть, приблизительно 145 миллионов тонн в полтора раза больше, чем производит вся наша страна. Вы представляете, масштаб того, на что сейчас готова идти Россия, чтобы цены на нефть не обвалились, не обрушились. Потому что было бы на рынке международном очень много нефти и цены, они падали, падали, сбыта нет, нефтеперерабатывающие заводы останавливались, тоже сбыта нет нефтепродуктов. Более 4 миллиардов человек в мире прекратили фактически работу, и мир стал заваливаться нефтью без остановки. И вот, собственно, если возвращаться к первым соглашениям, но странно же, да? Почему же так? Казалось бы, российские нефтяники, правительство должны быть умными людьми. Как они не смогли спрогнозировать то, что будет буквально через 2 недели или даже через несколько дней? Это произошло буквально через несколько дней. В пятницу сказали нет, в понедельник произошел мощнейший обвал цен на нефть, минимум на 30% упало. Как же так? Ну, это еще раз говорит о том, что во главе диспотечных стран находятся непрофессионалы. Это не зависит от того, что это Казахстан или Россия. Принципы управления там едины, когда во власти находятся люди, преданные лично вождю, когда нет конкуренции, когда рынок не открытый, когда во власть на все уровни, нефтяные компании или государственные структуры, приходят люди не по принципу таланта, не по профессиональному признаку, а именно, сами знаете, по принципу преданности, так называемой. Вот, собственно, вот итог, итог непрофессиональные действия самого Путина и его окружения привели к тому, что мировой рынок цен обвалился, и фактически Путин потащил за собой и Казахстан. И давайте вспомним, что мы вместе находимся в Евразийском, так называемом, экономическом союзе. То есть, получается, Россия нас затянула за собой в пропасть. Цены на нефть упали, доходы падают и масса других проблем. Ну и таких примеров я могу много приводить, это я позже скажу. Но теперь давайте посмотрим, что в итоге получилось. Вот представьте, накануне этого совещания, встречи между странами ОПЕК+, цена на нефть прыгнула до 35 долларов за баррель. Встреча прошла, стороны договорились о снижении на 9,7 миллионов в сутки. Цена, вместо того, чтобы подняться вверх, как многие прогнозировали, в частности, и многие в Казахстане говорили, все, они между собой договорились, вы этот фактор не учли, писали мне. А цена раз неожиданно упала с 35 до 33. Теперь следующий плюс, который ожидался, который прогнозировал, говорил, что приведет к росту цен. Это страны G20, так называемые, Америка, Бразилия, европейские страны, министры энергетики встретились, которые вообще отказались обсуждать снижение объемов производства нефти, потому что у них страны, они конкурентные, законы запрещают, чтобы правительство давали указания понизить или повысить. В рыночных странах такого нет. Это сами компании решают в зависимости от спроса предложения, производят ровно столько, сколько им выгодно. Поэтому, конечно же, министры это не обсуждали публично. Но в итоге было сказано следующее, что да, эти страны суммарно понизят объемы, приблизительно 9,7 миллионов баррелей в сутки, и вот около 19 миллионов будет понижение. Но представьте себе, после даже всех этих заявлений цена на нефть ушла еще ниже. Стало сейчас в промежутке между 30 и 31 долларов за баррель. Но что же произошло, скажете вы? А происходит следующее. Это значит, что излишков нефти больше, чем 20 миллионов баррелей нефти. Я, в принципе, об этом говорил, ссылаясь на мнение очень авторитетных экспертов, инвестиционных банков. Вообще, избыток нефти на мировом рынке, ну, наверное, не меньше 30 миллионов баррелей. То есть 30 процентов. Но это же очевидно. Если самолеты перестали летать, они им не нужны керосин. Если целые страны численностью свыше 4 миллиардов сидят на карантине, они меньше потребляют нефтепродуктов. Минимум на 50 процентов. Ну, очевидно, что на мировом рынке по самым скромным оценкам должен уменьшиться спрос на 30 процентов. Значит, минимум 30 миллионов баррелей должно быть на рынке в избытке. Нефтедобывающие компании качают, качают, покупателей нефть много, точнее, покупателей нефти, наоборот, нет, спроса нет, цены обваливаются. Вот этот показатель говорит о том, что вроде договорились. Первая волна, вторая волна, а цена идет вниз, идет и идет. Это реальность, к сожалению. Ну, и вторая реальность такова, что сейчас марка нефти, которая торгует и Россией, и Казахстан, называемая Юралс, она торгуется на уровне 20 долларов за баррель. Что такое 20 долларов за баррель? Это фактически убыток. То есть наши нефтяные компании и России работают себе убыток, даже после того, как бы чуть приподнялась цена на нефть. Ну и представьте себе, если в начале года цена на ту марку, которую производит Казахстан, была 65-68 долларов за баррель, сейчас 20. То есть в три с половиной раза, в три с половиной раза практически упала цена. Что это значит? Это значит, что минимум в три раза меньше будет поступать валюты в нашу страну. Раз в три раза меньше будет поступать валюты, а люди хотят купить, покупать импортные товары. То есть вы идете в магазин, вы, да, в торговой компании, в торговом центре платите за импортные продукты или мебель, одежду в тенге. Но они это тенге собирают, через банк делают заявку, покупают на бирже валюту, и потом привозят из-за рубежа этот товар, который вы покупаете за тенге. Но теперь валюты нефтяные компании в страну нашу поставляют минимум в три раза меньше. Ну я вам приводил пример, когда продукта мало, он дефицитный, на него спрос со всех сторон давит, и тогда продавец этой валюты начинает поднимать цену. Говорит сегодня 400, завтра 500, послезавтра 600, потому что покупатель все больше и больше, и реально купит эту валюту на аукционе последний, кто даст самую высокую стоимость. Значит, что мы в итоге получаем? В итоге надо четко понимать, что сейчас на мировом рынке столько нефти, он сейчас накапливается, танкеры наполняются, хранилища уже практически все заполнено, осталось совсем чуть-чуть, времени уже больше некуда будет эту нефть заливать, и мировой рынок прогнозируется сейчас еще раз упадет, обрушится. То есть разные прогнозы есть, но в ближайшее время прогнозируется, что и 20 долларов будет, с нынешних 30 упадет. Так что, уважаемые друзья, ситуация такова, что в нашу страну нефть нефтяных долларов будет поступать минимум в три раза меньше. Я, кстати говоря, хотел привести пример, как искусно сработала именно энергетика Мексики. Когда были переговоры на уровне министров в страну УПИК, я видел и вообще все видели, что они согласились всего лишь понизить на 100 тысяч баррелей в сутки нефть, а им предлагали 400. Категорически отказывались, упрямо. И тут вышел президент США Трамп и говорит, Америка вместо вас уменьшит объем производства. Я думаю, интересно, как так, что за подарок? Такая акта. Энергичная страна Америка, чтобы сделала кому-то подарки, это не видно, тем более от президента Трампа, это не видно. Ну и затем я начинаю исследование проводить. Выясняется, что все продажи, годовые продажи нефти мексиканские нефтяные компании застраховали. То есть все, что ниже 50 долларов за баррель, оплачивают банки Чи Америки. Выяснилось, что мексиканские нефтяники, если бы цена падала вниз, они вот эти возможности, колебания застраховали. И страховка оплачивается американскими банками. Выясняется, что в результате американские банки несут убытки в размере 6 миллиардов долларов. То есть фактически нефтяники Мексики продают по старым ценам. Представляете? И они на эту страховку потратили гигантскую сумму, миллиард долларов, ну взамен получает 6. Видите, как они сработали искусственно. Вопрос теперь, а наши нефтяники так страховали или нет? Ну очевидно, что нет, к сожалению. То есть вы видите, что этот рынок очень такой сложный. И здесь нужно заранее продумывать риски, где-то идти вот на такие меры, которые сделали мексиканские энергетики. И тогда у них все в порядке. Представляете? Они сейчас торгуют нефтью, весь мир там говорит об убытках, а они говорят о своих прибылях. Почему? Потому что они застраховали возможное падение цен, прогнозировали, понимали. И конечно печально, что маловероятно, что это понимали наши нефтяники. Но это опять о чем говорит? Говорит о непрофессионализме. О том, что нашей страной во всех отраслях, а нефтяная отрасль у нас контролируется государственная компания «Казмуная Газ» и масса других совместных предприятий. Но вы понимаете, что там сидит Тимур Кулебаев, его люди, Назарбаева. И там абсолютно непрофессионалы своего дела, в отличие от мексиканцев. Теперь я что хочу сказать. Меня спрашивают, какие же последствия будут у нас в Казахстане. И я хочу показать, что на самом деле плохие. Почему плохие? Ну, во-первых, потому что мы находимся в евразийском сообществе. И если в России будет плохо, то и плохо нашей стране. То есть мы как вот, что называется, сиамские близнецы. Что будет в России? Ну, представляете, они начинают сокращать объем производства нефти на таких скважинах. Российская энергетика нефтедобывающего отрасля таким образом построена, что если этот объем начинает сокращаться, то сама природа скважин, сам механизм добычи нефти так построен, что это все схлопывается. То есть для того, чтобы это восстановить, потребуется огромное количество инвестиций, вернуть в обратное положение. Это то же самое в Казахстане, к сожалению. И нефтяники России говорят, что для того, чтобы восстановить старые запасы, объемы, точнее, добычи нефти, им понадобится минимум несколько лет. Российская экономика возвращается по итогам этого кризиса приблизительно к началу 90-х годов. Что это значит? Это значит, минимум миллионов, миллион человек нефтяников будет сокращено. Это значит, будут сокращены предприятия, которые производят электричество. Ну, потому что спроса же нет. Нефтедобывающие компании качалки работают, нефть качают. Значит, будет меньше производить электроэнергии. Электроэнергии производятся, многие станции в России, больше половины производят на угле. В России, значит, эти станции будут покупать меньше угля. Раз меньше угля, значит, на угольных предприятиях произойдет массовое сокращение. Перевозки осуществляет железная дорога, вагоны, все прочее. Там тоже будет меньше спрос. В этом секторе тоже произойдут сокращения. То есть, фактически, глобальные сокращения. Ну, и потом, вы же понимаете, эти люди выходят на рынок труда. Да, если раньше они оплачивали одежду, мебель, ходили в рестораны, парикмахерские и так далее, теперь они останутся без денежных средств. Значит, автоматические сокращения произойдут в других отраслях. В торговле, торговля резко упадет. Малый и средний бизнес тоже резко упадет. Вот теперь представьте себе, что миллионы людей имеют кредиты. Потребительские, ипотечные, все прочее. Они лишаются работы. Что будет? Это значит, они не смогут погасить кредиты банков. А если кредиты банкам они не смогут вернуть, миллионы не смогут вернуть, то банки попадают в кризис и начинается, ну, скажем так, ситуация очень плохая. Я не случайно вам описываю эту ситуацию. Это я не сам придумал. Но вот российские эксперты пишут, что экономика России обвалится в этом году до уровня, который вообще, наверное, не было. Если был кризис известный в 98-м году, когда в 6 раз обвалилась национальная валюта рубль, в 6 раз, то нынешняя ситуация прогнозируется еще хуже, чем было в 98-м году. То есть идет возврат к началу 90-х годов. Таким образом, вы должны понимать, что вот Россия обваливается и, соответственно, это произойдет в Казахстане. К сожалению, вот такая вот ситуация. И я могу сказать, что вот я читаю российские анализы и печальные там прогнозы, но они честно, честно говорят, что у них ожидается. Я вам скажу вот такие интересные цифры. Они только по итогам апреля говорят, что обвал в экономике будет от 20 до 45%. Видите, в России еще очень много экспертов, аналитиков, которые говорят правду. И это позволяет сделать вывод, в какой ситуации находится страна и что нужно делать. То есть произойдет мобилизация определенных сил. Когда человек знает диагноз, он начинает с этим бороться. Что происходит в Казахстане? Сегодня средства массовой информации с помпы показывает, как выходит премьер-министр. Выходит, докладывает министры разных финансов, национальный банк по промышленным секторам. И что они говорят? Это поразительные вещи. В той ситуации, когда мы видим, что в мире происходит падение в крупнейших странах, как Америка, Европа, что же наши говорят? Интересные вещи. Они говорят, что рост экономики в первом квартале составил 2,7% относительно прошлого года. Слушайтесь, мир обваливается, в Казахстане у нас вот все шикарно. 2,7% фонд, национальный фонд резерва, оказывается, выросли. Точнее, у национального банка. У национального фонда якобы понизилось на 2,5 миллиард долларов. И начинает рассказывать сказки, что в обрабатывающей промышленности выросло. Машиностроение вообще на 30% выросло. В строительство на 11% выросло. Думайтесь. Но, правда, там одной строчкой пишут, что вот сейчас вот есть транспортный сектор, показал отрицательную динамику. Ну вот, в связи, вот, последний месяц только говорят. А в целом все шикарно. Вот представьте себе, что крупнейшие инвестиционные банки говорят, что во втором квартале Америка, ее экономика упадет на 38%. Этого не было в период великой депрессии в 29-39 годах. Это в то время не было. Это считается самая страшная трагедия, которая произошла вообще в мировой экономике, и в Америке в частности. Это и великая депрессия называется. И вот представьте себе, что те цифры, которые сейчас прогнозируют крупнейшие инвестиционные банки, они говорят, что они будут во много раз превосходить то, что было в период великой депрессии. Количество безработных в Америке достигло 20%. Это приблизительно, если у них там работающих население 160 миллионов, ну, порядка 30 миллионов. А у нас официальная статистика, что якобы у нас безработных всего 4,5%. Это крутейшие экономики мира. Безработица достигает до 20%. Падает воловой внутренний доход на 38% во втором квартале, а по итогам первого квартала, там на несколько процентов падение, это в Соединенных Штатах Америки. И наши высшие руководители страны заявляют, что мы в шоколаде. Вы представляете, какие неадекватные люди управляют нашей страной? Если вы не знаете на самом деле, что происходит, если считаете все шикарно, когда все валится, это называется рулевой или штурман, как угодно, совсем сошел с ума. И вот представьте, ради чего все эти там, их несколько тысяч человек, наверное, премьер-министр со всем этим штатом, своим канцелярией и все прочее, администрации президента, акимы областей, городов, районов, заезжают в Астану, они тратят деньги, летят, ради чего? Нагоняют телевидение, журналисты и такие красивые отчеты, что, ребята, у нас все шоколаде, у нас рост экономики по сравнению с прошлым годом мы выросли на 2,7%. Ради чего? То есть вы понимаете, насколько неадекватная наша политическая верхушка? Просто поразительно. Что я хочу сказать? В связи с тем, что дефицит валюты будет, еще раз хочу подтвердить, прогнозы мрачные. Только за 20 дней Национальный банк сжег полтора миллиарда долларов, и вы понимаете, что в связи с тем, что этот кризис будет только раскручиваться, Национальный банк не будет в состоянии такие деньги тратить, каждый месяц сжигать по несколько миллиардов долларов, это нереально. Сейчас вы не видите объективный курс национальной валюты, почему? Потому что обменники не работают, вы не можете поменять деньги на доллары. Национальный банк устанавливает фиксированный курс, свои управляемые банки и вам рисует курс. Для того, чтобы поддерживать курс рубля, а наша экономика с рублем связана, Россия сожгла за один месяц 30 миллиардов долларов. И при этом всех отправили тоже так же на карантин. И вы понимаете, что на бирже количество спроса на эту валюту сейчас искусственно придавлено, потому что никто ее не покупает и рисует искусственный курс. Поэтому вы должны понимать, что реальный курс тенге или рубля в частности давно не тот. Более того, когда меня спрашивают объективный курс тенге, я могу только сказать, что она нынешняя несправедливая, и она уже давно ушла за 500 и где-то в районе 600 тенге за доллар. Давно. Просто в связи с тем, что все закручено, обменники не работают, Национальный банк вкладывает деньги, сжигает свои резервы, искусственно сейчас вам рисуется эта цифра в районе 430 или меньше даже. Объективно, когда сейчас карантин завершится, люди выйдут на работу. Понятно, что люди будут продолжать покупать какие-то товары, которые мы не производим. Лекарства, одежду, бытовую технику и все прочее. Это все импортного производства. Значит, вы придете в магазин, сформируете спрос, а эта торговая компания пойдет через банк покупать валюту. Будет больше покупать валюты, потому что трудовая деятельность началась, люди получают зарплату, они хотят решить свои вопросы. В итоге, к чему это приведет? Если сегодня определенный объем спроса на бирже, завтра этот объем спроса резко увеличится. Потому что большее количество людей захотят, уже из карантина вышли, они хотят что-то приобрести. И в основном все это импортного будет. А валюты будет мало, потому что Национальный банк не может бесконечно сжигать. Нефтяники уже не могут поставлять валюты в таком количестве. Минимум в три раза валюты приходят в страну меньше сейчас. И это все приведет к тому, что курс деньги обвалится. Это все зависит, когда теперь. Все зависит от того, как Национальный банк, сколько он будет терпеливо сжигать национальную валюту, демонстрируя, что вот вроде бы у нас все хорошо, как сегодня правительство заявляет. У нас все шикарно. К сожалению, это не так. Сокращение объемов нефтедобычи у нас уже произошло. Цены упали. Это значит, нефтедобывающие компании не будут платить подрядчикам, не будут бурить скважины, строители не будут проводить строительные работы. И вся цепная реакция так сработает, что десятки тысяч людей в Казахстане потеряют работу. Я сейчас думаю, что меня слушают нефтяники, Мангостау, Атарау, там, в других регионах, и они могут подтвердить, а я просто знаю, получаю сообщение, что сейчас идет массовое сокращение сотрудников нефтедобывающих компаний. И как мне люди некоторые жалуются, что есть предприятие, где сокращение до 70%. Представляете, какая масса людей хлынет на рынок труда, и они не смогут найти себе работу, потому что работы нет. Вот, к сожалению, вот такая вот ситуация. Поэтому я хочу еще раз подтвердить, что как только предприятие заработает, начнет двигаться, обменники заработают, начнется давление тенге на рынок валюты, и тенге начнет обваливаться. Это все, что я говорю, произойдет в ближайшие от месяца до трех. Вы в этом должны быть, ну, не сомневаться, потому что зайдите в интернет, почитайте все анализы, увидите. Вот. Что говорят, что даже российские средства массовой информации, они вообще говорят тяжелые вещи о том, что банки не будут получать свои кредиты. У нас то же самое будет. Вы, многие из вас, вы не сможете выгасить кредиты. Здесь, что еще России говорит? Сами россияне, это их аналитики, они говорят, что объем инвестиций в небанковском секторе в прошлом году, в это время был 10 миллиардов долларов, сейчас стал 200. 50 раз сократился объем инвестиций. 50 раз. Это все говорит о том, что ситуация будет плохая, к сожалению. Но еще раз я хочу что сказать. У нашей страны, конечно, очень много резервов. Я здесь вроде нарисовал мрачную картину, но я просто рассказываю реальность, какая она и есть. И в любой реальности, ну, все-таки человечество существует, многие годы, тысячи и тысячи лет, человечество всегда находило выход, но находило тогда, когда во главе народа, страны, государства стояли адекватные люди. Именно адекватные, которые реально понимали, где опасность. Я все это время с инвестиционной группой, она у нас очень сильная, бывшие банкиры, юристы, аналитики, именно международного уровня, знающие мировую экономику, экономику нашей страны. А нашу экономику я очень хорошо знаю. Все отрасли. Я в скором времени начну рассказывать о том, какие реформы нужно делать в аграрном секторе, в промышленности, ну, практически по всем сегментам экономики пройдусь. И вы поймете, что на самом деле у нашей страны огромные возможности. Мне говорят, что сейчас люди думают, карантин, рабочее место, где мы будем получать заработную плату, что будет завтра, как мы прокормим свою семью. Тот факт, что наше правительство уходит и заявляет, что у нас все шикарно, при этом вы не можете получить 42 тысяч тенге, при этом вы видите, что наша политическая верхушка неадекватная. Я, к сожалению, могу констатировать, что с этими людьми ничего хорошего нас не ждет. Именно поэтому я готовлю, показываю, что у страны есть много способных людей, которые вытянут экономику. Так вот, в результате анализа с этой инвестиционной нашей группы, она серьезная, мы проанализировали и пересмотрели еще раз наши заявления программы демократического выбора Казахстана. Я думаю, многие из вас помнят. Например, мы говорим, что государственные медицинские услуги, когда будет работать правительство демократического выбора Казахстана, будут бесплатными. Высшее и среднее специальное образование, именно государственное, частное, будет существовать само по себе, будет бесплатным. Мы говорим о том, что мы спишем все потребительские кредиты, все абсолютно, которые существуют в банках второго уровня и микрокредитных организациях, мы все их спишем. Размер, он колеблется, порядка 10-12 миллиардов долларов, ну, максимум 15. Мы их спишем. Когда власти придет правительство демократического выбора Казахстана, мы их спишем. Мы развернем мощное жилищное строительство, то самое, которое каждый год, каждый год будет обеспечивать дешевым жильем минимум 250 тысяч человек. Мы заявляли о том, что все студенты в первый же год, которые не имеют жилье, получат минимум по 100 долларов. Каждый месяц будет получать субсидии со стороны государства, и они объединиться со своими товарищами, ну, не будут искать общежития, они просто будут снимать квартиры. Мы говорили, что заработная плата на экспортных предприятиях, нефтегазовой отрасли, других сырьевых предприятиях, в среднем будет минимум полторы тысячи долларов. То есть, по текущему курсу 700 тысяч тенге, где-то 800 тысяч тенге, не нынешние там 200, 300, 400, пусть даже, минимум. Вот это то, что мы гарантируем. Мы говорили, что военный, полицейский, стартовая зарплата у них с постовых или рядового военнослужащего начнется от 1000 долларов. Мы говорили, что наши учителя будут получать не менее 1000 долларов. Мы говорим о врачах тоже так же. То есть, все программы, они существуют, и мы их все в состоянии исполнить. Мы можем это сделать, мы все исполним, даже при плохих ценах на нефть. Конечно же, мне скажут, что я популист, каким образом я это сделаю. Я, когда буду рассказывать о развитии тех или иных отраслей, это объясню. Но сейчас я вижу, что есть масса возможностей у нашей страны. Наша страна действительно богатая по своим возможностям. И, конечно же, вы зададите вопрос, а почему Назарбаев не сделает этого, в конце концов? Ведь он же потеряет власть. Ну, давайте попытаемся войти в голову Назарбаева и сказать, почему он это не делает. Ну, представьте себе, он находится 30 лет у власти, народ молчит, он ворует миллиардами, это все происходит на ваших глазах, вы знаете, что создана политическая верхушка, которая нагло обворовывает вас, вы знаете, что полиция преследует активистов, вы знаете, что на митинги не выходят десятки тысяч людей, только в последнее время по несколько тысяч человек стали выходить. Ну, представьте, человек 30 лет управлял страной, народ молчал. Статус лидера нации? Пожалуйста. Список журнала Forbes, все богатейшие люди, Назарбаев и его ближайшее окружение, его семья, члены его семьи, пожалуйста. Звук они издавали, что называется. Ну, с какой стати? Он будет те миллиарды долларов, которые у него сейчас каждый месяц, каждый день, каждый год накапливаются, он должен отдавать народу, если народ молчит. Почему? Он это не будет делать. У них своя жизнь, у народа другая жизнь. Своя жизнь вы сегодня слышали в репортаже премьер-министра, который сказал, у нас все шикарно, мы растем, 2,7%, промышленность растет, все хорошо. Вот какая у них жизнь, поэтому вы не удивляйтесь, когда вы смотрите, видите, у них звезды по несколько миллионов долларов за концерт, за приезд, американские звезды прилетают, российские звезды, вы только смотрите, возмущаетесь у себя дома. И поэтому, как они могут и отказаться от этой жизни, если ничто им не угрожает, по их мнению. Ну, там кто-то пошумел, нагнали какое-то количество полицейских на одного активиста, 6 полицейских, и все заглохло. Собственно, именно поэтому сейчас идет давление на немногочисленных активистов, которые открыто выражают свое мнение об этой власти. Именно поэтому это приблизительно звучало бы так, почему Назарбаев это не делает? Ну, представьте себе, это пчелы против меда. Ну, так не бывает, правильно? А что же изменится, когда к власти придет именно правительство демократического выбора Казахстана? Как я говорил, мы строим совершенно другую систему, когда правительство назначается депутатами, избранным народом, то есть сам народ контролирует власть, если правительство плохое, выгнали в один день. Но вы разве можете выгнать в один день Тукаева, правительство, того же Назарбаева? Нет. То есть, сама политическая система не позволяет вам это сделать, ну и самое главное, не позволяет делать то, что народ пассивен, он не выражает массово свой протест, отдельные вспышки есть, но нет на улицах сотен тысяч человек, которые говорят, что мы голодаем, что нам плохо, они же молчат, сидят тихо по своим квартирам, их не видно, поэтому в этих условиях этот режим ничего и не будет делать, ну, пострадает кто-то, помучается, ну, на улице их выбросят, кто, у кого они арендуют жилье, но они же молчат, поэтому вам ответ на вопрос, почему у нас не будут изменений при этой политической верхушке, они живут своей жизнью в своем мире, народ живет в другом мире, но мы говорим, что это изменить можно, вчера только я говорил, что в чате активистов ДВК за короткое время с 19 тысяч стало, по-моему, я говорил, около 45 тысяч человек вчера было, сегодня уже пару часов назад в чате активистов ДВК 53 тысяч человек, представляете, за один день, это о чем говорит, что люди стали осознавать, что нужно объединяться, объединяться, собирать мощное ядро и добиться перемен, власть, это не то, что не ощущает, они считают, что, ну, да, это происходит, но мы справимся, мы справимся, но на самом деле ситуация в экономике такова, и они тоже меня слушают, они понимают, что ситуация плохая, но они считают, что справятся, потому что народ молчит, и единственный способ изменить нашу жизнь и добиться вот тех показателей, которые я говорил, бесплатное образование, высокие заработные платы и так далее, это затрагивает жизнь миллионов человек, то есть у нас кредиты в стране имеет порядка 8 миллионов человек, это 8 миллионов семей на самом деле, представьте, это практически 90% всей страны, и то есть те реформы, о которых мы говорим, которые мы реализуем, они коснутся каждого из вас, и стоит вопрос так, готовы ли вы добиться перемен, готов ли бизнес тоже участвовать в этой борьбе, они просто разорятся, потому что сейчас бизнес разоряется и будет разоряться, максимум 6-7 месяцев и значительная часть бизнеса будет разорена полностью, значит вы там, кто работаете, потеряете работу, а собственники, которые 20 лет, 10 лет строили свой бизнес, просто разорятся, и стоит ситуация такова, что если наши граждане активизируются, буквально, что называется, в ближайшие несколько месяцев мы объеднимся и добьемся перемен, а именно смены этого строя, вы можете, что называется, меня цеплять за язык, и показать это видео, сказать, что вот смотри, ты заявлял, что демократический выбор Казахстана, вот такие проекты и планы исполнит, и я скажу, что если мы не исполним, мы уйдем в отставку, дело вот в чем, меня спрашивают, какие сроки мы добьемся этих перемен, мы не рисуем проекты, планы на 20-30, 20-50 и так далее, это нет нигде в мире, правительство приходит максимум сроком на 4 года, поэтому те проекты и планы, о которых я говорю, они будут реализованы прямо в первый год, как только мы начинаем работать как правительство демократического выбора Казахстана, именно в течение одного года мы добьемся внесения поправок в закон и их реализации по заработным платам, по списанию всех кредитов потребительских и ипотечных, есть такое сейчас слово модное, обнулить, мы почему это сделаем, потому что гигантское количество богатств было украдено, а мы просто их вернем тем людям, которые были вынуждены взять кредиты и сейчас работают на многих разных работах, чтобы каким-то образом обслужить эти кредиты. Одним словом, у нас, в нашей стране, у наших граждан выбор, скоро вы выйдете на работу, в течение мая, июня, июля вы увидите, как неуклонное ухудшение экономическое будет в вашей жизни, всей страны, тенге будет ослабляться, это вы все в течение нескольких месяцев увидите, и многие из вас уже сейчас говорят, что не на что жить, уже сейчас ситуация поджимает, и мы уже в мае, когда закончится карантин, объявим о проведении массового митинга, и именно тогда, когда на улицу выйдут десятки тысяч, мы имеем возможность добиться мирно смены политического режима, и если на улицах будут действительно десятки тысяч, тогда мы можем уверенно говорить, что наш народ хочет перемен, если будет мало, тогда не удивляйтесь, что с каждым днем становится хуже, а этот режим эти вопросы не решает. Цель сегодняшнего моего эфира была рассказать ситуацию по итогам ОПЕК плюс объяснить, что на самом деле Тенге ожидает, к сожалению, плохие времена, все будет обваливаться. Далее, я сейчас ответственно заявляю, что у нашей страны огромные возможности, и мы выполним все абсолютно программы, заявленные демократическим выбором Казахстана, независимо от того, что цены на нефть упали, что мировая экономика сейчас будет восстанавливаться минимум три года, как говорят эксперты, все это так, но с учетом тех возможностей, которые есть у нашей страны, мы все наши программы реализуем. Когда мы их писали, это был так называемый консервативный сценарий, я тогда даже понимал, что мы сделаем сильнее и лучше. Сейчас я уверенно говорю, после анализа нашей экономики, мировой экономики, мы все наши программы исполним. Так что, уважаемые друзья, я хочу еще раз обратиться к вам с призывом. Вступайте, активно присоединяйтесь в телеграмме, мессенджере, телеграмм, в чат активист ДВК, становитесь подписчиками канала 1612 информационного канала, канала в ютюбе Мухтара Блязов, становитесь грамотнее, чем более образованной будет нация, тем более мы будем ясно понимать, что мы делаем. я лично заинтересован, чтобы наши граждане были грамотными, чтобы завтра мы избирали Акимов областей, городов, избирали депутатов, назначали премьер-министра и министров именно внятно, с пониманием, куда мы идем. Мы сейчас ищем управленцев, которые будут руководить страной. Поэтому ваша активность чрезвычайно важна, потому что завтра мы всю узкую политическую верхушку, всю, которую сейчас у власти, просто снимем, поставим в сторону около 200 человек Назарбаева и его ближайших родственников и его приближенных привлечем к ответственности. И вот на эту узкую прослойку потребуется сейчас минимум 20 тысяч человек, притом управленцев первого уровня. Это в национальной компании, это в банке. 90% банковского сектора в реальности принадлежат Назарбаеву в ближайшем окружении. Все будет национализировано. Национализирована будет компания Казахмыс, медная группа, которая находится в Садпаево, Джизказгане. Это компания Назарбаева, которая украдена. Национализирована будет компания так называемой Евразийской группа. Машкевич, Шадиев, Ибрагимов, это партнеры Назарбаева. Мы все национализируем. Поэтому, уважаемые друзья, на все эти сектора экономики, на эти промышленные предприятия требуется тысячи новых управленцев. Первых руководителей, вторых руководителей. На всех этих предприятиях будет высокая заработная плата. Мы построим другую экономику, динамичную. Именно с открытым лицом мы будем встречать любые опасности. А для этого мы должны сменить этот политический строй. Поэтому в мае, когда мы объявим митинги, перед нашей страной будет стоять выбор. Да, мы меняем, да, мы действуем, или да, мы продолжаем оставаться в том же состоянии. Время покажет. Сейчас еще раз я призываю срочно присоединиться тех, кто готов бороться за эти перемены, чат активист ДВК. Я в этом чате буду выступать по экономическим вопросам, по политическим. Я уверен, что в кратчайшие сроки значительная часть нашего населения подтянется и политически, и экономически. Именно то, что нам нужно, чтобы выйти из этого экономического кризиса. Алга, Казахстан. Продолжение следует...